и снова здравствуйте всем привет и так вот получилась вот такая вот обезьяна нужно ей вставить rig первым делом что давайте все это дело сгладим правая кнопка мыши shader smooth n-панель screen caskey чтобы все было видно чтобы нажимать ключ shader smooth пружина shader smooth ну в принципе не принципиально пусть квадратная будет так прикольнее даже так челюсть shader smooth и вот эти руки shader smooth ноги shader smooth вот теперь все гладенько все низко полигонально все прикольно так тройка на нампаде вот такой внешний вид ничего так получилось выбираем голову заходим шейдинги и подключаем сюда normal map add текстуры image текстур и add так вектор normal map подключаем normal map color open и находим нашу развертку это значит голова голова 2 так приближаем и проверяем как у нас все нормально подключена нормал но он колор так все зашибись дальше так голову опять выбираем если суд это все скопирую правая кнопка мыши копии выбираем тело паст теперь что нужно сделать нужно добавить теперь кости shift а сочетание клавиш арматура single bone видимость во порте in front и тут все будет по простому заходим в edit mode английская а выбираем кость все будет цельное так значит с увеличиваем кость не обязательно так много ну пойдет можно под углом и поставить на все тело теперь нам понадобится косточка головы это значит е вытаскиваем кость головы alt p clear parent подставляем так 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 теперь нужно что нужно нужно косточка шилде косточка челюсти с уменьшаем делаем r можно ее перекрутить вниз вот так потому что в принципе что она будет крутиться влево вправо ну или тройка на нампаде давайте уже по старинке вот так пусть будет вяжем ее голове control и keep offset теперь нам понадобится косточка ключом теперь нам понадобится косточка ключа это е alt p clear parent и уводим ее куда-нибудь в боку сюда подальше вяжем ее к телу control п и keep offset теперь нам понадобятся косточки рук и сделаем наверное все это дело вот таким образом обжиг нот руки отдельно выведем сюда ключ выведем сюда затем ноги выведем тоже назад голова пусть, челюсть пусть нет, даже давайте и челюсть тогда тоже вот сюда где-то и чуть выше поднять потом косточку можно будет передвинуть и в принципе тут деталей как таковых нет выбираем кости заходим в edit mode выбираем косточку нашего, значит, челюсти G английское подставляем к челюсти эту кость подставляем прям по центру чтобы она крутилась потом нормально ключ-то будет крутиться если он будет центр сбит то будет крутиться уже ну, неправильно вот там по центру ключа стоит, все зашибись тройка на лампаде теперь E вытаскиваем кость alt-P clear parent и кость подставляем к руке так G можно даже вот на всю руку вот так и выбираем ее и уводим ее и уводим на всю руку назад вот это все завяжется будет бон в принципе тут не надо это делать как вам вид автоматик виджет тут все можно сделать бонами так object mode даже вот голову можно поднять отдельно edit mode и косточку поднять повыше вот так косточку вот эту головную вяжем к телу да ctrl-P keep offset и сейчас нужно будет разобраться именно с пружиной чтобы она растягивалась как-то так теперь косточку головы shift D ставим на ногу можно вот под уклоном вот так подставить и косточку вяжем к телу ctrl-P все она привязана ну и все осталось добавить кости на пружину чтобы вот эта вся качка болтыханка была можно растяжение поставить на копеон так как же ее называют забыл немножко тут налепился это получается stretch tool вот давайте на stretch tool заделаем без всяких заморочек просто поставим косточки правильно E так это значит object как edit mode английская E alt-P clear parent G делаем S делаем R и смотрите что будем делать вот сюда косточку вот так вот так а цель она будет растягивать всю ее модель или нет давайте попробуем шрифт чтобы меньше костей было вот так и шрифт значит где-то вот сюда по центру поставим делаем F и на низ делаем F верхнюю привяжем к голове а нижнюю привяжем к телу ну и будем как-нибудь это все делаем от центра будет растягиваться так вяжем выбираем верхнюю в голове ctrl-P и полсет а нижнюю вяжем к телу ctrl-P и полсет все теперь заходим можем тело конечно завязать на так это уже немножко подзаработался выбираем тело выбираем кости и можно нажать ctrl-P wait automatic вытес вот это ну тогда нужно выбрать и пружину да когда выбираем пружину выбираем тело и выбираем кости ctrl-P wait automatic widget следом выбираем челюсть выбираем кости заходим в просмод выбираем нужную кость ctrl-P это будет бом принялась вроде не матюкается следом о пардонте я сэси не отдублировал не отзарказал это все дело едет мод семерка на нампаде так это ключ нога выходит на ногу рука на эту все теперь выбираем руку и ногу ну в принципе все да тут две детали shift д право основка мыши мира x global и отводим все это дело на эти же места object node вот теперь можно все это дело опять по новой перезавязать ctrl-P wait automatic widget следом это привязано уже челюсть и еще что нужно сделать нужно разделить руки выбираем edit мод вершину или полигон без равенки L английская P selected object mode и то же самое с ногами заходим в edit mode L английская P selected все теперь будет отдельно у нас ноги так вяжем одну руку к одной кости посмотрим к этой ctrl-P бомб теперь выбираем вот эту вот эту руку вот эту кость посмотрим ctrl-P бомб не матюкается вроде да а ну-ка опа а вот это я же дай нам их не делал они отделили а будут отделяться значит что это тоже не проблема это не проблема ctrl-Z значит вот еще поправим как edit mode вытянем отсюда еще по одной косточке без разницы как да все равно они работать двигаться не будут ну а тут таких проблем не должно быть чисто вот с этой штукой возможно нет ногами тоже не должно я кость поставил на бок так обжит mode ну тогда вообще не проблема выбираем edit mode значит л и рецепт л а это отделилось ну все обжит мод выбираем теперь вот эту колотушку выбираем кости заходим по смот выбираем вот эту кость ctrl и бон эту выбираем обжит мод вот эту штуку выбираем вот эти кости полус мод ctrl p бон проверяем если возьмем эту кость все вот теперь она почему такая штука что-то я прям подгоняю да вот вот так вот эту вот эту убираем она неотделенная edit mode l p selected object mode и теперь получается значит эта кость вот этот барабан до костей заходит по смот и вот к этой косточке так не нажимается уже по смот вот эта кость ctrl p бон проверяем если вот эту кольгу двигать непонятно почему такой рук отдел двигается санта уже так заходим опять в так вот выбираем цвету а тут еще все блин получается я в этот раз неправильно сделал это l selected почему так много их отделяется так ремешок тоже тогда кости привяжем control и вот такая штука со всеми саптулами делаем дело хорошо делается это вот без динамеш но видите при анимации даже за ремеш был сделан и это все дело не слепливается это отдельные саптулы получились но зато развертка прикольная вышла так теперь постим смотрим что тут тянет что не тянет понял я почему опять участвует так лапа это отдельно это отдельно это альпи clear parent да что ты будешь делать для мышку что ли менять надо control пи бон проверяем все понятно я не ту привязанной той кости так если это выбираем осталось теперь лапу к ней привязать выбираем лапу выбираем кости осмот control пи бон так что с этой косточкой у нас так вот челюсть не распадается и на том спасибо так голова привязана нет забыл не помню выбираем голову выбираем кость постмот control пи бон все нормально control z настраиваем нашу вот эту штуку сразу эту на эту а не вот эту на эту control 6c stretch 2 а эту на эту control 6c stretch 2 получается если мы будем сейчас эту тянуть вот видите пружина у нас растягивается нам много и не надо вот можно делать уже нормальную анимашку так ноги теперь вяжем ну и следующую ногу ногу это постмот боны бонборные булбон и ну и ключ косточки тоже вяжем ctrl пи бон так а ну-ка нога вся двигается да все вот нога не распадается это ошибись потому что одна кость но хотя тут должна тоже было все это дело повязаться. Можно было вот эту кость не создавать, вот эту кость, а просто вот эту барабан, вот этот барабан вязать просто вот к этой кости, к длинной. И было то же самое. Так, что это на нампаде? Теперь нам надо отделить гайки. Так, гайки отделяем. Это получается Edit Mode и получается по две гайки. Значит, L, L, P, Selected. Получается опять L, L английская, P, Selected. И с этой стороны тоже L, L, Selected. Вот все, короче, соединяли. Нормально. Теперь нужно нашего вот этого гаврика собрать. Смотрим, как это все дело пойдет. Значит, Ctrl-Z. Выбираем кости и заходим в Post Mode. Выбираем голову, опускаем ее вниз. Желательно, наверное, Ctrl-Z. Выбираем сначала управляющие кости, наверное, и вот это все дело пружину опустить. Так, а вот пружина привязалась к телу. Эти. Это не есть Good. Ctrl-Z, Ctrl-Z. Значит, что делаем? Object Mode. Выбираем тело. Alt-P, Clear Parent, Alt-P, Fit Transform. И тело привязываем просто к кости. Object Mode. Post Mode. Ctrl-P. Бам. Object Mode. Теперь получается у нас на... Завязываем только вот эти кости на... With Automatic Widget. Заходим в Post Mode. Выбираем их. И они сейчас должны отрезаться. Да. Вот теперь они тело не тянут. Так, чуть-чуть повыше. А ну-ка. Да. Тройка на нампаде. Опускаем голову. Вот голова, видите, она тянет за собой вот эту кость. Ctrl-Z. Если... Ну, это хорошая штука, да. Получается, если сейчас мы голову опустим, вот так вот, вот сюда, то просто находим эту кость и ее возвращаем на место. И теперь, если мы будем голову тянуть, вот, теперь будет растягиваться. Если нам надо полное растяжение, то тогда выбираем через Shift две косточки, и вот у нас будет вот такое растяжение. По-разному можно делать. Ctrl-Z. Ну, прикольно. Так, ладно. Есть такое дело, что там... Тройка на нампаде. Получается, нам нужно голову еще больше опустить на эту пружину. Побольше поднять. Нормал. Тройка на нампаде. Выбираем челюсть. Подставляем челюсть на место. Выбираем руку. А, так, Ctrl-Z. Не одну. Надо выбирать две руки сразу, чтобы они ровно встали и желательно подгадать их вот, чтобы гайки на месте были. Сейчас гайки еще будем ввязать. Ключ на место. И вот эти две ноги на место. Вот так. И проверяем. Проверяем. В единице нампаде. R. О. Она, мартышка, ходит. Все нормально. Ctrl-Z. А руки не привязаны. Заходим в Edit Mode. Выбираем две руки. И вяжем в телу. Ctrl-P. Tip offset. Заходим теперь в Object Mode. Выбираем вот эти гайки. Можно их просто привязать как Born. Давайте тоже через Shift убираем кости. Заходим в Post Mode. Выбираем вот эту кость. Ctrl-P. Бом. Теперь получается, если ее поднимать к верху. Так. А, мы ее не поднимем. Ну ее можно сейчас еще на Inverse Kinematic настроить. Ну, как вариант о чем. Он говорит мод. И эти гайки теперь. К этой кости. Ctrl-P. Бом. Но у нас еще есть гайки. Значит, эти гайки. Так. А тут еще гайки к рукам. Во еще в чем проблема. Edit Mode. Выбираем эту гайку. L-P. Inexist. И эту гайку. Выбираем. Так. Это на другой, значит, она. В Аптуле. Так. Вот эту гайку. Вяжем к этой руке. Так. 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 Ctrl-P. Бом. Наверное, нужно вот эту кость. А, нет. В принципе, она будет нормально крутиться. Так. Еще гайку выбираем. Вот эту. И вяжем к ноге. False Mode. Ctrl-P. Бом. Object Mode. Теперь нужно отделить эти гайки. Edit Mode. Edit Mode. L-P. Selected. Object Mode. Так. Выбираем гайку. Выбираем кость. Ctrl-P. Бом. И еще одна гаечка осталась. Где она тут находится. Это можно сделать. H. Выбрать гайку. Alt-H. Назад свернуть. Через shift. Выбрать кости. Post Mode. И к этой кости. Ctrl-P. Бом. Так. Теперь. H. Выключаем кость. И пробуем R. Ага. Alt-H. Непонятно. Post Mode. Вот. А гайка нижняя не привязана. Ctrl-Z. Object Mode. Выбираем эту гайку. Заходим назад. L-P. Selected. Так. Теперь. Alt-H. Выбираем гайку. Кость. Все нудно. Но однообразно. Ctrl-P. Бом. Так. Посмотрим, как ключ крутится. Так. Это лучше делать визму. Тинь-тинь-тинь-тинь-тинь-тинь-тинь-тинь-тинь-тинь. И он будет идти. Она должна вот так вентилятор крутиться. Ctrl-D. Так. Что у нас с головой? Единица. Тройка. R. Вот. Пружина, видите? Движется. Нормал. Ctrl-Z. Так. Тут все привязано, наверное. А ну-ка. Проверяем. Поднимем всего персонажа. Ну все. Ctrl-Z. Заменяем теперь кости и в принципе можно использовать ее в анимации. в анимации. Выбираем кости. Object Mode. Post Mode. N. Панель. Rig Tool. Это будет у нас значит. Пускай будет куб. Потому что мартышка у нас большая. Вот. На тазе пусть стоит. Все знаем. Здесь тазовоуправляющая. Вот здесь где-то. Даже можно и выше. Вот. Цельная. Все нормально. Ноги. Так. На что ж настроить ноги. Ну давайте ноги настроим на финджеры, наверное. И побольше поставим. И чуть-чуть. Так. И назад. О. Финджеры нормально. Так. И руки тоже на финджеры. И вот эти тоже на финджеры будут зашибись. Угу. Сразу назначаем группу. Bon Group. Плюс. Это будет у нас не красный. А красный тут нельзя ставить. Пусть будет синяя. А эти пускай будут плюс. Плюс. Ну такая что-то. Так. Несижим. Так. А вот ключ. Ключ можно сделать уже на цирку. Так. И этот циркл мы чуть-чуть уйдем на сам ключ. Смотрим. Ну вот нормально. Большой круг пускай будет. Вот. Вот его можно сделать красным. Так. А ну-ка пробуем. Или лучше зеленым давайте. Во. Зеленый лучше видно. На красном фоне. Так. Голова. Можно куб сделать. А можно... Давайте опять циркул сделаем. Можно вот так его. Можно на 90 градусов перекрутить. Вот. И поднять где-то выше. Или пусть по глазам будет. Глаз-то нету. Это будет у нас какой цвет. Вот этот. Так. И челюсть тоже. Чтобы было нормально. Чтобы не путаться. Как там да что. А тоже давайте. Финджер этот. В смысле циркл. Только выберем цвет ему. Зеленый. Ну и все. Вот тут. Таких. Считай. Нет у нас. Больших костей. Так. А шею. Шею. Вот это мы. Кости. Выбираем. Делаем. Это значит. Сферы будут. Сделаем их побольше. Чтобы видеть. Так. И немножко. Уведем в шею. Вот так. А вот эти две кости. Поставим на лайнер. Это будет у нас в линии. Где он? Лайн. И по нолям. И уменьшим их в размере. Вот. Вот. Назначим цвет. Вот здесь. Пусть будет. Красный. Так. А вот сферы. Вот эти сферы. Нужно сделать виденными. красные. А ну-ка. Если красные будут. В принципе видно. Да. Видно. Нормально. Ну и все. Так. Эту тоже можно красную на поставить. Эту тоже. Нет. Эту красную нельзя ставить. вот. Теперь можно делать с ней, с этой смартышкой, анимашку. Эта смартышка будет в группе для скачивания вместе с ZBrush'овским файлом. Так. Ну. Смотрим, как он будет выглядеть. Файл. Давайте смотреть. Теперь. Так. Object Mode. Поднастроим немножко цвет. Так. Это значит. лихт. Солнце. 5. Неплохо так выглядит. Еще добавим. Давайте наверное металл ей. Шейдинг. Добавим металла. Спекуляр наполовину. Металла немножко. Блеска поменьше. А можно побольше. Ну и тут тоже металл. разность поменьше. Спекулярчика чуть-чуть добавим. И тут такая штукенка. так. У меня тело не сглаженное было. так. Проверяем эту руку. Все настроено. Все нормально. пружину. Ну и пружину. Челюсть тоже. так. И пружина. Ну вот теперь приятель заблестел. только нужно наверное спекуляру побольше поставить. А металла чуть-чуть поменьше. Сохраняю. Сохраняю. Все. Теперь можно ее анимировать. Давайте попробуем что-нибудь. Эта такая. Выбираем значит куб. И она где-то должна вот так вот перекручиваться. Так. Это значит ctrl z. английская а и лакрут. Выбираем кость. Синовка на нампаде. R. R. Так. Лайнеры. R. А это планер R. А. Пардонки. На пятом кадре. Заработал все. Раз. Заработал все. Заработал все. А. Это что он делает? Здесь. Ух. Теперь ставим первый кадр шифр сюда. и на пятнадцатый ставим ротацию это рука сюда это сюда ставим пятнадцать кадров допишем сюда именно голову а и локрот а на пятнадцатом голову сюда а и локрот добавляем движение немножко челюсти так она значит на пятом должна где уходить сюда а на пятнадцатом и сюда о приколюха мы еще все сделаем чтоб она двигалась и ключ открутился давайте ключ теперь сделаем так на первом кадре ключ где стоит у нас это значит delete выбираем только ключ прописываем его ровно пишем и вокруг и на пятнадцатом ставим сколько оборотов сделать ему и назад и вокруг скейл о все ключ крутится так и здесь я не пойму что такое вот эта камера айпи для фирм и солнце тоже привязалась альпи клетка все вот такая мартых а с анимация сохранить то всем пока до свидания а а а Продолжение следует...